а здрасте друзья всем приветули у нас продолжается ферма золотой колос и уже 8 утра уже встает солнце правда тут тучки такие нехорошие ну да ладно туман вроде потихоньку уходит а то знаете ли прошлая серия вся была в тумане хотя все есть еще да короче говоря чем мы сегодня будем делать у нас тут ребята продолжают уборку но пришлось их немножко притормозить потому что все что созрело они убрали все что не убрали то еще не созрело так что тут пока что мы ждем наша задача сегодня продолжить делать то что мы делали до этого разгребать овчарню и прошлый раз мы вывезли оттуда всю солому и выполнили контракт на шерсть у нас теперь есть полтора миллиона денег но это еще не все вы сами понимаете а еще мы силос отсюда весь вывезли из бункера и то что в яме было вот такие вот мы молодцы красавчики у нас тут остались еще овечки и от них тоже надо избавиться это раз во вторых у нас тут есть навоз и чтобы это все дело не пропадало имеет смысл его разбросать на поле то что мы овцам уже там воды добавили и всего прочего солома трава силы с это уже никуда не денешься но там не так много поэтому их хрен на них еще у нас осталось трава травы несколько тюков они несколько тут их довольно много и в общем-то эту траву продавать в том виде в котором она есть мне как-то не очень хочется знаете ли еврейская натура во мне проснулась надо это все продать подороже для этого я предлагаю переработать это все дело в силос можно это сделать и в бункере можно сделать и в яме но для этого тюки эти самые надо распотрошить а кстати говоря а вдруг если аккуратненько его так вот взять один а вдруг он принимает в башню в прям в тюках черт он куда-то улетел юг макарек попробуем еще раз траву и сичку для ферментации нет он в тюках это дело не принимает поэтому надо тюки эти потрошить соответственно для этого надо взять специальную хреновину и тут есть в эту машину загружаются тюки соломы и которые она превращает в постилку для коровника по сути дела потрошилка для тюков написано про солому работает ли она с круглыми тюками потому что тут нарисован квадратный тюк и работает ли она старовой хрен его знает но надо в общем то попробовать я с этим никогда еще не игрался поэтому поэтому пробуем соответственно арендуем за 2000 вот эту хреновину и сейчас я ее по-быстрому сюда пригоню что-то вот знаете есть у меня какое-то нехорошее ощущение что нихрена это дело не сработает потому что тут явно для квадратных тюков во-первых это потрошилка во вторых не знаю короче есть какое-то такое нехорошее у меня ощущение чё у нас тут по кнопочкам отцепить закрыть дверь это понятно приспособление не наполнено давайте попробуем его наполнить на подобного да это так не работает есть второй способ запасной если что не переживайте просто мне кажется этот проще ну закроем и дверь допустим вот лежит там этот тюк эту штуку нет ни кнопки не включить ничего вот есть разгрузиться здесь я не знаю а то ли триггер должно увидеть то ли еще что-то она ничем не заполнена короче видимо это хреновина не работает ладно достаем отсюда этот тюк и для потрошения тюков есть еще мешалка мешалка которую можно закидывать тюки для моносмеси она прекрасно поддерживает и траву и разные тюки короче все там прекрасно поэтому берем теперь в аренду и и ту хреновину сдаем и сейчас мы еще раз встретимся так здравствуй новая хреновина ща будем пытаться тут за бубени на только двигатель надо заглушить ее включите она тут завертелась закрутилась все прекрасно соответственно берем теперь этот тюк и вот так вот бздынь и он туда упал и он чё-то нихрена тут не мне это самое а чё ты не перерабатываешься ну тебя же ты же должен перерабатываться ну как же так то сторона разгрузки влево вправо ну допустим вправо неужели сюда не тюки надо сбрасывать ну и как их мать вашу то распотрошить а я наверно чего-то не знаю или никак тут еще для гранулы такая вот штука есть который тоже написано shred bells то есть потрошит сраные тюки но чё-то я уже в этом сомневаюсь видимо друзья не судьба видимо силос мы ни хрена из этого не сделаем ну и как же их мать вашу то разрезать до в 19 ферме кстати есть штука которая позволяет резать тюки но у нас не 19 ферма нас нормальная черт ладно пойдем гуглить короче друзья ничего путного мне гугл не сказал поэтому поэтому встретимся там где мы их будем продавать ну его нахрен уже теперь париться с этим мне кажется она того не стоит дынь и трава у нас здесь не продается у кузнецова гениально трава у нас вообще нигде не продается сено можно продать траву нет да я молодец ладно тогда перевозим обратно все это дело на склад тюков короче говоря друзья у нас на часах 8 47 уже 8 48 у нас здесь остались овечки которых нужно будет продать и делать мы будем с помощью вот этой вот замечательной хреновины мы как-то раз на стриме возили на мясокомбинат старых овец которые уже должны были вот-вот сдохнуть но сейчас мы с этим развлекаться не будем короче это не рентабельно просто партию овец особенно которая у нас есть небольшая арендовать мясокомбинат перерабатывать их в мясо поэтому мы просто отвезем на ферму кузнецова их и продадим но это можно сделать с 9 до 12 дня еще нету 9 поэтому мы взяли в аренду еще вот такой вот хреновину это навоза разбрасывать соответственно то что наши овечки сколько они у нас здесь живут насрали нам здесь на 42 куба мы сейчас все это дело пойдем и разбросаем на четвертое поле а почему бы собственно и нет мне кажется это довольно таки правильное решение тем более что я вот не знаю то ли у меня то этот скрипт стоит а может эти не стоит но скорее всего стоит то ли в карту он вшит короче хреновина которая если навоз после того как ты посыпал им поле в землю перекультивировать то это будет сразу же две стадии удобрения вот такая вот классная хреновина так что погнали на 4 5 поле и сейчас мы там все говнишком ты посыпем это же будет весело мне кажется поле от этого только выиграет но типа а шо еще делать поля наши кстати все еще не созрели и логичнее было бы конечно мотнуть время но чё то как то вот не хочется хочется все по фэншую так что ждем созревание мотнуть время мы всегда успеем короче говоря чё я хотел сказать вот наше поле боже сколько здесь деревьев вообще это конечно классно что здесь деревьев много красиво но иногда мешает обзору вот а мы заезжаем на наш поле только я за что-то зацепился такое тоже бывает а еще у нас вроде как есть gps потому что сейчас мы это все будем ручками делать control 0 да действительно есть gps автоматическая ширина смещение нахер пододвигаем все вот это дело направо нацметров у нас да а я даже вспомнил какая кнопка на геймпаде у нас отвечает за gps это хорошо это это я хорошо придумал да вот соответственно врубаем нашу навоза разбрасывал к черт я сказал в руб да ёшкин кот я опять кнопки попутал а надо ее сначала развернуть короче едем посыпаем навозиком все что мы здесь убрали с помощью gps к расход конечно дикий скорее всего на это поле навозу просто тупо не хватит но что сделаем то сделаем уже будет хорошо а а вот друзья короче мы тут немножко посыпали все это дело навозиком это хорошо сейчас мы поедем продадим наших овец сначала черт я врезался опять в дерево поедем продадим овец потому что уже 9 часов а закончим посыпать это все все что останется чуть попозже вот такой вот гениальный у меня план не спрашивать почему просто так хочется но честно говоря этого прицепа хватило прям вообще на маленькую чуточку может быть вот эти все телодвижения которые мы сейчас делаем они конечно сэкономят нам пару баксов на самом деле но смысла в них особой нету может быть я конечно кстати насчет экономии то вероятнее даже и не сэкономят потому что вот это навозы разбрасывал к взятая в аренду сожрет намного больше денег чем заработная плата да за что заработная плата я же не нанимал наймитов странное дерьмо ладно что я хотел сделать животное и овчарня у нас соответственно всего 435 животных надо их по корпусам посмотреть вообще надо их переместить а у нас еще ягнята есть ягнята нам не нужны короче говоря вот эти подросшие животные перемещаем их во второй корпус потому что черт перемещаем их во второй корпус чтобы из одного корпуса все брать мне кажется это намного удобнее до 112 и 285 до придется сейчас конечно покататься сюда в принципе много штук вылазит сразу штук 70 по-моему да какой корпус у нас 2 какой 1 судя потому что здесь есть овечки это 1 это 2 куда мы все перекинули хотя они и здесь есть черт дай мтзшку надо отсюда убрать однозначно да сейчас будет геморрой определенные еще вопрос сколько нам денег за этих овечек дадут и может быть тоже не имеет смысла а вон кстати циферки есть мой второй корпус на дверях написано отлично двери открыты просто были ладно пробуем сюда их загрузить количество животных 32 у нас первый прицеп залазит и да я забыл надо заехал и выехал тут свой геморрой с этим вроде как сейчас должно сработать да вроде работает но нет ни хрена не грузится твою мать ладно пробуем отсюда вообще выехать и заехать заново тут конечно маневрировать с этими прицепами то еще удовольствием скажу мне больше интересно сколько нам денег дадут за этих продуктивных овец или непродуктивных часто ты мне даже загрузиться сейчас дает молодец красавчик 42 штуки 74 можно перевести за раз у нас их там 300 с чем-то короче раз пять мне придется туда-сюда скататься разумеется это все тоже будет за кадром но и встретимся мы уже когда я все это сделаю хотя нет сначала мы поедем туда и посмотрим сколько денег мне дадут за эту всю пушистую братью да так здравствуй кузнецов мы тебе привезли овечек которых когда-то у тебя и покупали хотя нет покупали мы у тебя других овечек те уже переработались в гамбургеры это их детишечки точняк ну и как тебя разгрузить во количество 32 штуки мы продаем за 10 тысяч слушать а вот не так уж и плохо я вам скажу но не за 10 чуть надо короче заезжать съезжать с этих триггеров вот это вот не не круто если оно так не работает вообще не круто с день количество до 42 штуки еще за 12 мы продаем слушайте но нормально это лучше чем 0 лучше их вот так вот продавать чем брать в аренду мясокомбинат если мясокомбинат еще в собственности был туда куда не шло а так нет короче говоря друзья я езжу все это дело продаю и мы встречаемся уже потом и так друзья прошло у нас уже почти полчаса даже больше наверно да соответственно вывез я отсюда всех продуктивных овец а вот подросшие молодняк короче их загрузить походу нельзя хотя странно что подросших короче не дает их загрузить не знаю нормально это или нет может быть подросших продавать нельзя не никому нахрен не нужны поэтому что мы имеем здесь вот у наших животных наших овечек мы не продали траву потому что короче хрен с ней да также у нас осталось немножко шерсти 6 кубов и мы ее сейчас загрузим в наш урал подъедем вот сюда вот и загрузим прямо в урал и наверно даже сразу отвезем знаете куда на оптовую базу только где что я не могу и найти нашел на оптовую базу отвезем вот стой короче здесь пока чуть попозже отвезем вот так же наверное стоит имеет смысл забрать вот эту старую стиральную машину отсюда черт ладно хрен на нее не знаю зачем она мне здесь сдалась еще у нас осталось 9 кубов навозика его мы тоже заберем знаете ли самое ценное это овечьей какашки как ни странно но вообще у нас есть прицеп мы собирались высыпать поэтому почему бы не забрать иногда чувствую себя мелочным но что поделать не мы такие жизнь такая короче это дело мы сюда тоже загружаем и знаете что на самом деле можно сказать до свидания овечки мы с вами переходим да кстати у нас созрела поле и 6 7 уже до убиралась и уже поехала даже убираться 8 9 поле так что все нормально там все круто вообще мы идем в риэлторское агентство и в риэлторском агентстве мы заходим в участке овчарня и за 450 тысяч дам по за 600 с копейками и убрали но ладно ничего страшного смотрели что это такое но мы короче овчарню продаем и больше это не наш объект возвращаемся на нее за шерстью приеду чуть попозже а сейчас погнали разбросаем вот эти вот остатки на наше поле да запустим туда трактора в работу потому что уже пора сеять 9 утра на самом деле уже давно пора сеять пора запускать все эти процессы а там еще закультивировать удобрить ой мама короче там много работы у нас поэтому едем и начинаем все это дело удобрять начинаем с удобрения я сомневаюсь что у нас культивация и посев будут проходить быстрее чем уборка тем более у нас фора и в два поля тем более самое большое уже убрано остались маленькие поля которые там я думаю минут за 20-30 уже все до убирается так что все будет круто единственное что еще кстати надо съездить за семенами сейчас будет но мы это сделаем и на биржу контрактов тоже надо будет съесть это мы сейчас тоже сделаем сейчас надо только доделать то что мы начали делать и запустить культивацию все будет у нас окай я надеюсь маршрут gps они сбился из-за того что я выключил я думаю что никто не обидится если мы здесь так вот между деревьями проскочим ну что gps скажешь ты работаешь работает кстати классно он остался там где остался значит мы продолжим там где там где мы закончили и это здорово короче высыпаем остатки навоза на поле и будем продолжать короче тут почти все чётенько хватило на полоску следующую я уже не поеду никого смысла нету высыпаем просто эти остатки хотя можно даже и не высыпать и сдаем этот прицеп из аренды а заодно кстати сдаем и те с помощью которых мы возили всю нашу живность 0 4 часа я им работал соответственно примерно столько времени у меня ушло на то чтобы это все дело отвести соответственно этот трактор мы пока что оставляем здесь и у нас есть еще мтзшка которая стоит здесь она с удобрениями мы соответственно запускаем процесс удобрения боже мой процесс удобрения вот это я сказал где-то примерно надо валерона будет ставить вот отсюда до плохо видно грань вот этого удобренного неудобренного из-за того что солома здесь лежит но ничего короче говоря у нас примерно отсюда и пошло удобрение и заодно мы ставим все это дело культивироваться потому что у нас есть классно такой синенький культиватор или дисковая барана короче люди любят докопаться до меня что я неправильно это все называю но просто эта штука находится в категории культиваторы вот она поэтому это культиватор все и не хрен тут со мной спорить короче и раскладываем и отправляем валеронщика который решил ее сложить обратно знаете ли пускай делает что хочет главное чтобы здесь все хорошенько закультивировал чего у нас там с удобрения стрелкой удобряет куда он денется ну да разница в текстурах все равно есть удобрено неудобрено навозом не навозом ладно пофигу на самом деле дружище ну чё ты начинаешь а два нормально стал разворачивается гениально прекрасно какая здоровая хреновина вроде как это вальтера и и прекрасно таскала точно не помню вообще должна прекрасно таскать и соответственно все это дело культивируется и вот так вот все это прекрасно у нас выглядит и что самые друзья прекрасная здесь это знаете что это состав почвы то что у нас уже посыпано навозом после первой культивации после уборки уже видите третий слой удобрения считается отсюда будет лучше видно уже так что вот так вот круто то что мы сейчас мтз к и удобряем надо будет потом удобрить еще раз но опять таки с того же самого места пол поля буквально вот эту вот часть так что немножко мы сэкономили и времени и сил и денег и все прекрасно отлично далее далее что мы делаем это с этим полем у нас все понятно далее идет далее идет у нас 8 9 поле в общем то тут ребята работают в принципе я думаю что они быстро со всем справиться мало топлива у нашего комбайна вообще должно ему хватить и на уборку и 2 поля тоже летом 250 литров еще осталось то что нормально хватит надпись правда будет нас это самое но ничего страшного что еще нам надо было сегодня сделать теплички 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 еще у нас не созрели заводы тепличный комплекс а кстати созрели практически созрели следовательно можно уже ввести клубнику как ты даже больше получилось чем я планировал но это это хорошо на самом деле тогда можно ввести клубнику и все остальное и это тоже прекрасно но сперва друзья мы знаете что сделаем мы пойдем на биржу контрактов и наберем контрактов как обычно да просто напролом через поля через чужие поля леса луга через все мы тут идем потому что нам надо на биржу контрактов благо я знаю куда идти я знаю знаете знаю короткую дорогу с этого обычно начинаются все приключения смотрите поставка на баклажаны есть у нас дохрена баклажанов кстати но поставка нас не интересует мы хотим контракты контракт на клубнику 97 кубов и 128 кубов и 109 кубов круто слушайте сколько мы можем вырастить сколько они действуют предложение действует 6 минут надо что-то решать 21 час вот это кстати не круто мы не успеем его выполнить поэтому это у нас отпадает 27 часов 40 часов такс где мои волшебные таблички клубника клубника и клубника 7 теплиц если мы засеем все клубника мы получим 228 кубов этой самой клубники соответственно можно брать эти два контракта и соответственно засеивать за засаживает до засаживать все клубничкой и все будет прекрасно работать отлично жирные контракты я такое люблю еще у нас активные контракты так отставить биржи контрактов клубника которые вот этот 128 кубов классный контракт слушайте он накручивается еще так нормально насыщенность рынка всего 4 процента но мы сейчас немножко нас этим рынок завтра так и еще сильнее с этим понятно далее что мы будем сеять на полях это тоже хороший вопрос знаете тут особо ничего интересного нету ячмень 340 тысяч литров можно в принципе ячмень засеять все поля опять таки ячменем потому что ни пшеницы не ржи ничего такого нету есть морковь но морковь не вариант подсолнечник как-то тоже особо не хочется поэтому давайте-ка ячмень действительно возьмем контракт на ячмень время выполнения 19 часов мы не успеем ха чё-то со временем все не слава богу канала можно кстати еще и каналы все засеять канала мы можем со всех наших полей вырастить столько канала мы 400 кубов со всех наших полей можем вырастить как нефиг так что можно в принципе его взять или давайте два больших поля возьмем канала я думаю там же получится у нас правильно два больших это у нас 4 135 кубов у нас выйдет канала 4 поля 86 6 можно брать 76 с 8 и 102 с 10 вот 8 и это у нас 176 и 4 135 как раз 200 с копейками кубов у нас и выйдет плюс возможно у нас кстати есть канала еще на складе ферма канала есть 58 кубов есть так что можно в принципе не париться давайте возьмем канала канала то бишь рапс соответственно четвертое поле потребуется 6 200 семян и на восьмое поле потребуется 3 500 6 200 плюс 3 500 это дохрена это 5 поддонов это 10 кубов это 5 поддонов с этим понятно давайте возьмем этот контракт чушь там канала 206 кубов нормально время на выполнение 50 часов успеем если чё даже не хватит успеем сделать второй раз и у нас остается еще шестое и десятое поле и их тоже можно чем засеять может быть уже тогда и подсолнечником действительно есть у нас контракт на подсолнечник 145 кубов его надо вырастить если мы выберем подсолнечник в наших волшебных табличках с 10 поле у нас получится 102 куба вру это канала и подсолнечника 92 куба у нас получится с 10 поля из 6 77 хватит так что берем тогда еще и подсолнечник почему бы и нет накручиваем контракт по максимуму 779 так что вот так вот с этим разобрались единственное конечно надо еще с семенами на 6 поле нужен один поддон и на 10 поле нужен еще один поддон по сути дела два поддона вот так вот все получается ладно погнали обратно на наше поле опять через поля через луга там кстати мтзшка завершила работу сейчас мы ее переставим на другое поле друзья еще не все блин серии какие-то длинные получаются по крайней мере на запись уходит много времени много всего сейчас происходит так что давайте-ка лайкусик мать вашу и влепите потому что жадина говядина вы если не влепите вот смотрите какая четкая грань он впереди не знаю может youtube кстати похерит и не будет этого видно а где где-где-где вальтра вот нормально кстати четко разворачивается вроде хорошо мне нравится меня устраивает мтзшка мне нужна была я хотел мтзшку вот она вот ты где поехали поставим тебя убирать точнее не убирать а удобрять шестое поле что-то я в объезд еду непонятно почему можно же по полю это ж наши поля можно ездить по полям тем более урожая здесь нету нахрена в объезд ездить не я не не знаю но что-то мне вот в голову пришло такое да издалека грань вот это вот между удобренными вот такими вот сыпучими удобрениями навозиком грань есть интересно будет ли это грань после того как здесь все закультивируется хрен его знает посмотрим потом но сейчас нас это не очень интересует боже мой трактор какой-то медленный вот по полю просто тупо не может ехать остальные трактора бы спокойно ехали а всем ведь нравится мтзшки что люди в них находят хрен его знает надеюсь это поле во вспашке не нуждается не нуждается все это товарищ тоже поехал у нас удобрять он справится довольно быстро справиться я в этом не сомневаюсь а мы что мы а мы погнали а где кстати наш урал наш урал на этом самом остался все понятно короче друзья я поехал продавать эту самую шерсть которую мы не вывезли еще с овчарни и на этом самом урале поедем отвезем еще семена надо отвести только я проскочил быстро бегать иногда хорошо иногда не очень это уже не наша территория кстати да хрена теперь овец теперь все есть и тюков он до хрена правда это что наши тюки что ли они их используют ублюдки вот короче я щас это по-быстрому продам эту шерсть за копейки потому что ее девать по сути дела некуда и мы встретимся уже на закупке семян и поддонов с рассадой итак друзья добро пожаловать садовый центр где мы обычно покупаем семена и прочую хрень соответственно нам нужно купить канолы 5 поддонов вот таких вот замечательных 5 штучек и соответственно нужно это все дело погрузить хотя знаете что-то мне как-то впадло уже тут у меня скоро 12 часов ночи а я все еще не закончил поэтому сделаем все по-простому также надо взять два поддона семян подсолнечника бздынь бздынь его вот они готовы соответственно давай грузись и нам надо взять еще семь поддонов с рассадой клубнички которые на этот прицеп увы не влезут но мы мы всунем у нас получится я знаю tx где наша рассада клубничка падла дорогая конечно рассада по 52000 вот так вот самый простой способ слить 350 тысяч за раз сколько у нас здесь получилось 1 2 3 4 5 6 7 и все сейчас мы что-то 4 на этот самый на автоподбор то что влезет мы на автоподбор засунем уж ребята извините роллплей роллплеем но впадлом сейчас откровенно лень уже пора спать да я почти 4 серии подряд записываю если что я немножко подустал уже от этой фермы так сдавать поддоны эти все не обязательно и складывать прям ровненько главное чтобы они не мешали так вот бздынь и последний вот так вот ой бздынь да мы 350 тысяч сейчас потратили на рассаду но ребята это все окупится нам в следующей серии потому что выполнив контракты мы получим намного больше чем 350 тысяч потому что это клубничка мать вашу клубничка она дорогая она классная в этом году правда толком и и не ел да и в прошлом варенье люблю мне мама сделала варенье я не умею варенье варить а вот мама у меня умеет у меня есть жога правда от него как ни странно и ем я его редко потому что знаю что буду потом херово себя чувствовать и не смогу заснуть но иногда так хочется ну да ладно надо будет к родителям съездить еще у них баночку какую-нибудь стырить а то у меня дома закончилось представляете у меня закончилась клубничное варенье такая вот грусть печаль тоска ну ладно чего и о грустном мы будем о веселом клубничка клубничка это деньги и это классно сейчас мы приедем разгрузим все это засадим и классно все будет мы почти доехали да кстати я поменял трактор сейчас там наш новый фэнд он немножко помощнее вальтера под горку с этим культиватором не очень хорошо справляется что в принципе неудивительно потому что культиватор то 300 лошадей с хиром по-моему требует но да ладно тепличный комплекс требуется удобрение требуется удобрение отработанный грунт загрузить грунт до нужен грунт надо будет обязательно сюда его притарабанить обязательно к следующему разу потому что грунт 3 урожая у нас уже надо будет менять обязательно соответственно сейчас мы отсоединяем ремни проезжаем по трем тепличкам вот так вот и раз два и три вот так вот хитро все разгружаем поддоны и проезжаем по остальным тепличкам вот так вот и 1 2 3 4 все отлично теперь это все дело мы цепляем ремнями и везем на базу высыпаем это все на базе эти семена канулка подсолнечник все круто сейчас уже будем даже посев мутить почему бы и нет сразу же замутим и все закрутится правда когда вот так вот начинаешь работать сразу с несколькими полями начинаешь ощущать нехватку в технике но никуда от этого не денешься технику техники на самом деле хватает главное просто все четко делать главное все дело четко и по очереди такс разгружаем семена разгружаем семена вот здесь все стой разгружайся а мы погнали за наши вальтеры и нашей супер сейлкой вальтер осталось на поле как ни странно сейчас она нам нужно я думаю сейлку то она потащит без особых проблем в принципе тут за дело уже такой хороший сделан поэтому можно без проблем ставить посев погнали за сейлкой топлива вроде как есть топлива хватает так что все нормально все круто безусловно все три километра в час и что-то мне после этого зеленого нашего нового трактора кажется что это капец как медленно так стоям вам сейлка у нас здесь не сейлка у нас не здесь сейлка у нас осталось на улице берем сейлку что-то давно и технику не мыл хотя как давно на самом деле я ее мыл вчера вчера я имею ввиду реальная вчера с момента от вчера до сегодня уже четыре серии записано так что может показаться что давно хотя у меня на самом деле еще свежие воспоминания о том как я ее мыл боже мой что я несу вообще так нам надо разгрузить семена вот эти семена разгрузить и мы разгружаем их и теперь нам надо выставить канулу канала выставлена съезжаем с триггера потому что это так не работает и заезжаем на него обратно и загружаем канулу как ни странно все она пошла загружаться смотрим что у нас там происходит по выгрузке все выгрузил все прекрасно все сработало отлично значит сейчас загрузится загружается падла долго но ладно ничего страшного я подожду погнали короче ставить все это дело поставим будет все сеется я надеюсь что у вальтер хватит мочей чтобы тягать эту сейлку потому что если не хватит то я не знаю хотя может быть у нас не топовая движка на вальтре стоит а может быть у нас кстати еще и не топовая вальтера это у нас какая вальтера вальтера the series да это ж не топовая вальтера еще с к есть это думаю чё она не тащит это ж не топовая то и вальтера а кстати то может тогда и не потянет и сейлку но об этом мы узнаем а мы в принципе сейчас то и узнаем потянет она или или не потянет может быть имеет смысл заменить нашу вальтеру но мы это уже следующий раз тогда сделаем опаньки ну чё вроде поехала и вроде даже не так уж и медленно 15 километров в час едет и отлично это в горку так что все вальтера тянет эту сейлку все прекрасно ну и я рад в общем то итак друзья смотрим что у нас по полям блин эта полоска 12 метровая один хрен у нас походу останется да что-то не хочет ли на ее убирать он задом сейчас сдаст и пойдет вот отсюда наверное убирать да а эта полоска у нас как тогда осталось хотя мы тогда пахали вроде и там другая ширина была абсолютно когда непонятно может быть косяк конечно в размерах поля что валерона не видят а может быть и нет хотя видите вот здесь он чуть больше пропахал но сейлка у нас пойдет по тому же маршруту поэтому хрен с ним я думаю там не сильно много каналы будет короче говоря друзья сейлка у нас работает культиватор у нас работает тут ему еще да не так много осталось на самом деле так что 4 5 поле у нас полностью обрабатывается далее 6 7 удобрено ждет культивации ну и дальше на ней подсолнечник будем сеять также ездит удобрял к у нас по 8 9 полю потому что здесь закончилась уборка и соответственно десятом поле уборка началась сейчас здесь ездит комбайн ман где-то поехала разгружаться хотя судя по карте он уже вернулся до ман уже вернулся вот только что красавчик и он по моему сразу едет комбайну хотя там 60 на 65 процентов может быть и пора ехать короче с полями мы разобрались друзья а вот с контрактами еще нет то что я планировал сделать на сегодня и что-то мне подсказывает что серия реально уже очень длинная на самом деле сценарий который написал на прошлую серию включал все что мы будем делать и в этой представляете насколько длинная получилась бы серии если бы я ее не разбил что нам надо нам нужен поезд нам друзья нужен поезд а зачем а потому что на поезде сейчас поедем выполнять контрактики во первых склады сколько мы уже собрали ржи 490 кубов ясно понятно второе сколько нам надо отвести по контракту 405 соответственно этот контракт можем выполнять плюс контракт на клубнику который мы взяли прошлый раз что-то какой-то он не сильно дорогой 1831 всего платит ну да ладно а также контракт на белый рис все это добро нужно вести на ж.д. станцию только придется два раза туда ехать но мы сначала отвезем все коробки потом вернемся сюда поставим поезд который поезд который точнее состав зерновой потом возьмем для того чтобы зерно возить давайте контракты на белый рис и на клубнику выведем себе вот сюда чтобы можно было за ним следить удобно ж.д. бокс номер 4 главное сейчас чтоб не получилось как прошлый раз потому что 11 часов хрен у нас еще клубника там вырастет может получиться обидно короче говоря едем кататься на паровозике и друзья наверное без лишних слов просто просто таймлапсик ферма порт а че это у нас только один вагон прицеплен понятно видимо бегал прыгал отцепил вагончики короче говоря погнали красота не Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok